Друзья, сегодня мы с вами готовим пиццу, но совсем необычную. Мы будем делать пиццу мало того, что на сковороде, мы приготовим ее из кабачков. Да-да, вам не показалась пицца из кабачков? Рецептом поделилась со мной одна моя подписчица в комментариях, за что ей огромное спасибо. Нам понадобится кабачок, помидор, яйцо, немного соли, сыр моцарелла, ветчина, сметана и мука. В принципе, для начинки пиццы вы можете использовать любые продукты, которые есть у вас в холодильнике. Основа для пиццы – кабачки, мука, соль и яйца. А с начинкой уже можно экспериментировать. Я взяла помидорку и порезала ее на кружочки. Если у вас в холодильнике лежит какой-нибудь болгарский перец, можете взять и его. Зачем я взяла классную мою любимую ветчину из индейки и тоже порезала ее на кружочки. Вместо ветчины можно взять какой-нибудь фарш, только предварительно его обжарить. Затем берем кабачок, обязательно очищаем его от кожуры и затем натираем на крупной терке. Наверное, кабачок можно было бы измельчить в блендере, но тогда консистенция получилась бы уж очень мелкой. Как мне сказали в рецепте натереть кабачок на терке, так я на терке его и натерла. Получилось очень классно. Поэтому насчет блендера подсказать, к сожалению, не могу. Затем натертый на терке кабачок нам нужно слегка отжать прямо руками от лишней влаги. Ну, думаю, что здесь все понятно и комментарии будут лишними. Теперь кабачковой массе мы разбиваем яйцо. У меня яйцо было отборное, поэтому я взяла одно яйцо. Добавляем немного соли и немножечко муки. И замешиваем густое тесто. Тесто должно получиться как на кабачковой или как на обычной оладьи. То есть оно должно быть густое и хорошо катываться с ложки. Если в процессе вы видите, что тесто получается слишком густым, добавьте немножко жидкости, например, молока. Если слишком жидким, то добавьте еще муки. Теперь берем блинную сковороду. На ней удобнее жарить, потому что у нее низкие бортики. И выкладываем на нее один вот такой вот большой кабачковый блин. Разравниваем ложкой. Жарим на среднем или тихом огне до того момента, когда у нас блин зарумянится. Потом аккуратненько, желательно с помощью двух лопаточек, чтобы не повредить блинчик, его переворачиваем. И сразу же зажаренную сторону, которая у нас в первую очередь жарилась, смазываем сметаной или йогуртом, выкладываем помидорки, ветчину, высыпаем все это сыром моцарелла, накрываем крышкой и готовим под крышкой примерно минут, наверное, 7. Все это зависит от мощности вашей плиты и вашей сковородки. И еще раз напомню, что начинку здесь можно любую. Нам главное, чтобы вторая сторона блинчика поджарилась и чтобы сыр расплавился. Вот так вот выглядит готовая кабачковая пицца. Посыпаем ее свежей зеленью и сразу же едим. Она невероятно вкусная, ребята. Мне кажется, что она вкуснее обычной привычной пиццы и намного полезнее. Приятного вам аппетита и пишите в комментариях, если тоже такую попробуйте приготовить.